Что такое старый и новый календарь, почему они разнятся, светские церковные? Значит, что такое старый стиль и новый стиль календарный? Григорианский и Ильянский. Значит, ну, понятно, что Ильянский – это от Юли Цезаря, а Григорианский – от Папы Григория календарь. Значит, чем они отличаются? Они отличаются 13 днями, Григорианский календарь, которым сейчас мы все полимся в смысле государственном, а церковный календарь – это Ильянский календарь, который пользуется церковь. Почему возникли эти 13 дней? Потому что при Папе Григории было уже разделение на православие и католичество, и для того, чтобы отделить паству еще и в праздниках, и в богослужениях церковных, было вот такое вот придумано искусственно новое, так сказать, деяние человеческое, Григорианский календарь, хотя научно обоснованно, на тот момент научно обоснованно, сейчас это опровергается наукой, астрономией в том числе. Эти 13 дней, они были набраны в течение тысячи лет, с момента Рождества Христова, там по минутам, как бы в течение каждого года добавлялось, добавлялось, и вот посчитали на тот момент астрономы при жизни Папы Григория, что набралось 13 дней за эти тысячи лет, за многие столетия. Соответственно, вот они изменили весь календарь, поэтому сдвинулись все церковные праздники, в том числе и Пасха сдвинулась. И что самое грустное, католическая Пасха, она иногда празднуется даже раньше Иудейской Пасхи, а это уже нарушение евангельского повествования, и это ни в какое, так сказать, ни в какие ворота не лезет, ни в коем случае нельзя нарушать канул событий евангельских. А вот юлианский календарь, он всегда Пасха после Пасхи Иудейской, то есть он ничего не нарушает, и что самое интересное, сейчас астрономы говорят, что эти все минуты, секунды, которые тогда астрономы считали, это очень спорный вопрос, и, в общем-то, это не сильная правда. Кроме того, сейчас еще тысячи лет прошло после Папы Григория, значит, еще 13 дней надо прибавить, уже на 26 дней, значит, надо разделять, а через тысячу лет и еще 13 дней прибавлять. Ну, то есть, вы понимаете, абсурдность, я думаю, это неразумно.